Девочка-пай У нас сегодня необычное путешествие на даче при усадебной участке, на которой мы отправляемся, находится на настоящем острове. Так что добираться туда нужно на собственной лодке. Ну а мы арендовали плавучую посудину. Дрогай! Девочка-пай Дача, на которой мы очутились на этот раз, замечательна тем, что хозяйка ее вообще-то москвичка, но родилась в Перми. И вот каждое лето приезжает к себе на родину, чтобы отдохнуть на даче душой. Галина Леонидовна приезжает не одна, а привозит на Пермскую дачу всех своих питомцев – двух котов и собачку, которую подобрала несколько лет назад здесь же. А прикипела она сердцем к этому месту не просто так. Ее отец еще в конце 40-х поставил на острове рыбацкий домик. Так что все детство прошло здесь. Правда, на месте старого дома несколько лет назад построили новый. Жилье оснастили солнечными батареями. Внутри дома множество примилых вещей. На холодильнике примастился лис, на окне – кот, а на кухне – тесанная из цельного дерева мебель, выписанная из Белоруссии. Она даже сделана под старину, с такими дырочками, как будто она старенькая, старенькая, пристаренькая. Но главный объект любования даже не дом, а баня в виде бочки, почти как у Диогена. Ее на остров Галине привезли прямо из Москвы. Сделана она из сосны, прекрасно хранит лесные ароматы, невероятно компактная и удобная. Хозяйка о своей бане-бочке говорит с невероятной теплотой и уважением. Посмотрите, какая печечка. Она 40 литров воды, камушки из Карелии для подачи. И она нагревается буквально-буквально. За час-час 15 это можно уже купаться. А еще Галина Леонидовна, несмотря на свои 78, заядлая рыбачка. Любит целый день простоять на берегу с удочкой. Тем более, что места на острове удивительно живописные и уединенные. Дышится здесь легко и радостно. А потому тянет каждую весну на пермскую дачу нашу героиню, как перелетную птицу в родное гнездо. Удачной дачной жизни. Пожалуйста. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».